Я начну со стихотворения, которое Серёга поёт. У него получается это лучше, но, может быть, вы слышали. Я тоже попробую. Ягнёнок называется. Всё посыпано густо полынную солью. Мы искали ягнёнка, не пришедшего к стойлу. Мальчик, девочка, мальчик под темнеющим небом. Запаслись мы мечами, а девочка хлебом. Может, он заблудился в деревне? Едва ли. Мы за реку в сырые луга побежали. Мы увидели цаплю в багряных болотах, мы увидели крысу на старых воротах, у разрушенной фермы. И дверца скрипела, открываясь в тот мир, где не видно предела запустению скорби, мольбе и утратам, где не каждый закат называют закатом. Мы взглянули туда, петли всхлипнули тонко. Мы потом уже шепотом звали ягнёнком. А в лесу, будто все наши ночи чернели, но пока их держали, передние ели, мы взбежали на холм и назад оглянулись, и деревни огни чуть заметно качнулись. Там петух не кричит и собака не лает, словно этот корабль в тишину отплывает. Отплывает без нас. Нас оставили в спешке. Мы скатились с бугра, как с ладони орешки, в молоко, в ивниковые хлопья тумана, сквозь холодное пламя речного бульяна. Мы терялись, сжимались от боли и спуга, и впервые по имени звали друг друга. А ягнёнок, с которого путь начинался, он нашёлся без нас, может быть, не терялся. Есть такие холмы, за которыми море. Стоит вроде бы только взойти на вершицу, и увидишь летящую чайку, и вскоре всё откроется, всё, наконец, разрешится. Только там ведь река за бойницами елей, сухопутная даль, облака над рукою. Там всё так, как и здесь, может, лучше, вольнее, но другого там нет, много дальше другое. Отчего же нигде, лишь за теми холмами, я предчувствую это в подвижном покое. Бесконечное море колышет волнами, и не море, наверное, что-то другое. Ну и вот ещё одно такое. Так и поют они по вечерам, на всю весну невидимое племя. Вокруг собравшись в молодой листве, в сырой траве, уже набравшей силу, Забрывнувшей из веточек хвоёй. Где гнёзда их? Зачем их столько много? Как хором щебеча они услышат родные голоса, а как-то слышат? Неглубокие их звуки, трели, свист. Но крохотным их лёгким помогают пустоты скал, расщелины ручьёв, Колонны сосен на щебнистых склонах. Вся эта чаша древнего каньона, наполненная их пением, и звучит. Не торопитесь, дайте вас послушать. Я, к сожалению, вас почти не знаю. Вот коростель, вот иволга должно быть, Вот соловей, и правда соловей. Спасибо.